Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в выпуске. Где деньги, ЗИН? Вместо развития сельского хозяйства и общественного транспорта в Кыргызстане Российский фонд спонсировал строительство торгового центра местного олигарха. Ко мне подошел мой близкий родственник и попросил разрешения. Можем ли мы обратиться в Кыргызско-Российский фонд развития? Я сказал, конечно. Конечно, вы можете обратиться. Родная речь. Президент Казахстана снова объявил о переходе казахского языка на латиницу. Мнение политологов и филологов. Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Знак «Стоп». Власти Душанбе запретили деятельность такси, в которых цена поездки равнялась трём сумму ни. Буква закона или нечестная конкуренция? Сколько бы ни ловили, всё равно выйду и буду работать. Террафарет с номером заберут, пальцами показывать буду. В сфере часы. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон закончил визит в Москву. Глава американской дипломатии предложил Кремлю определиться, с кем дружит Россия. С США или с Ираном? Я с нетерпением жду открытого и честного диалога для того, чтобы лучше определить дальнейшие российско-американские отношения. Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а, скорее всего, деградировал. Кыргызско-российский фонд развития спонсирует бизнес крупных кыргызских олигархов. Об этом рассказал один из богатейших людей страны, депутат местного парламента Умурбек Бабанов. Он признался, что его близкий родственник получил кредит в Кыргызско-российском фонде развития. По словам политика, сумма кредита составила 17 миллионов долларов. Деньги были потрачены на строительство гигантского торгового центра. Между тем, по заявлению властей, первоначальной целью финансового института была адаптация экономики республики к условиям Евразийского экономического союза. В числе приоритетных направлений были сельское хозяйство, швейная промышленность и транспорт. Российская сторона, финансирующая проект, обещала выделить фонду около 1 миллиарда долларов. Из-за проблем с прозрачностью в работе организации год назад была уволена его руководитель Нурсулу Ахметова. Сейчас фонд возглавляет один из соратников президента страны, бывший мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов. В последнее время меня начали очернять в связи с этим торговым центром. Вы знаете, я политик, не могу заниматься бизнесом. Ко мне подошел мой близкий родственник и попросил разрешения. Можем ли мы обратиться в Кыргызско-российский фонд развития? Я сказал, конечно. Конечно, вы можете обратиться. А почему бы и нет? Почему они не могут взять кредит? Если 1% от 500 миллионов долларов пойдет на развитие экономики, разве это плохо? Финансирование Кыргызско-российского фонда получили и другие торговые центры. Казахский язык переходит на латиницу. Об этом в очередной раз объявил президент Назарбаев в своей программе «Направление будущего. Духовное обновление», опубликованной в Государственной республиканской газете «Егемен Хазахстан». Вот что он в частности сказал. Есть глубокая логика перехода на латинскую письменность. Это связано с современными технологиями, средой и коммуникациями, а также с особенностями образовательных процессов и науки 21 века. Со школьной скамьи наши дети изучают английский язык и учат латинские буквы. Поэтому для молодого поколения не должно возникнуть никаких трудностей и преград. К концу 2017 года в тесном взаимодействии с учеными и всеми представителями общественности необходимо принять единый стандарт алфавита и графики. С 2018 года нужно начать подготовку специалистов по обучению новому алфавиту и приступить к разработке учебников для общеобразовательных школ. Назарбаев также отметил, что с 2025 года вся деловая документация на государственном языке, периодическая печать, учебники – все должно перейти на латинский алфавит. Мнение депутатов Нижней палаты парламента Мажелиса о перспективе перехода на латинскую письменность разделились. В 1937 году мой дед был репрессирован как алашардинец. Я нашел документы. Мой дед писал письма бабушке латинским алфавитом. Когда я приступил к чтению, боялся, пойму ли я содержание написанного. Но посидев один день, я спокойно все прочел. Это очень просто. Поэтому мне кажется, нет оснований бояться внедрения латинского алфавита. Когда-то Казахстан уже имел латинский алфавит. Я переживаю о том, что те граждане, которые сегодня мы проживаем в Казахстане, у нас есть определенное образование. И, конечно же, когда будет внедрена латиница, то появляется необходимость у граждан снова обучиться тому, чтобы читать и писать. Конечно, переживаю о том, что таким образом Казахстан дальше уходит от русского мира. Потому что кириллица уходит, и этот алфавит будет потерян, так сказать, для следующих поколений казахстанцев. Латинский алфавит использовали с 1929 по 1940 годы. 13 ноября 1940 года был принят закон о переводе казахского языка с латинского на алфавит, в основе которого русская графика. И, как подчеркнул президент Казахстана, изменение казахского алфавита имело под собой политическую подоплеку. Есть ли сейчас политическая подоплека в возвращении казахского языка к латинице? Мы спросили у редактора новостного отдела «Радио Свобода» Мирхата Шеребжана. Мирхат, здравствуйте. Назарбаев не раз говорил о переходе казахского языка на латиницу. Впервые он сказал об этом в 2005 году, потом чуть позже в 2012, и вот 2017 год настает. Почему именно сейчас? И зачем вообще казахам переходить на латиницу? Ну, это продолжение, мне кажется, программы, которая была заложена, начата еще с развалом Советского Союза в начале 90-х. Дело в том, что многие тюлькоязычные народы перевели свои языки на латинскую графику сразу же, либо до развала Союза, либо после него. Назарбаев же, он предпочел такой долгий период, процесс, для того, чтобы тщательно к этому подготовиться. Назарбаев, как бы объявляя о том, что казахский язык перейдет на латиницу, он рассказывал о процессе, который, в принципе, еще идет. Значит, он говорит о том, чтобы до конца 2017 года подготовить, наконец, окончательный вариант алфавита, основанный на латинской графике. А с 2018 года начать печатать учебники для школ и подготовить специалистов для этих самых школ. И при этом он четко говорит, оговаривает, что казахский алфавит, основанный на кириллице, на кириллицей, он, значит, будет продолжать действовать параллельно с латиницей. То есть, до какой-то момента, это будет переходный момент, мы не знаем, сколько это будет длиться, вот, оба алфавита будут идти вровень, а потом уже, конечно, грядущие поколения Казахстана, те, кто говорит по-казахски, они будут использовать латинский алфавит. Наверняка найдутся те, кто увидит в этом какую-то политическую подоплеку. Конечно, найдутся, всегда найдутся люди, которые будут искать политическую подоплеку, но мне кажется, что графика или буквы, или написание, это всего лишь отражение фонетического ряда того или иного языка, и к политике никакого отношения не имеет. Вы думаете, что у наших главных соседей никаких вопросов не возникнет по этому поводу? Возникнет. Я думаю, что уже возникает, потому что каждый раз, когда Назарбаев объявлял о своей программе, вот в 2012 году, был такой ажиотаж небольшой в России, и там, значит, Ирлану Идрисову, тогдашнему министру иностранных дел в Москве, пришлось объяснять, что это к политике никакого отношения не имеет. Что сейчас мы уже имеем, казахский язык обогатился и развивался вместе с другими языками в составе Российской империи и затем в составе Советского Союза. Мне кажется, если он дальше будет развиваться, учитывая нормы международных каких-то моментов, и входить на международную арену на латинской основе, это, мне кажется, только плюс. Спасибо, Мирхат. Спасибо вам. В Алма-Ате прошла публичная экспертная встреча, посвященная пенсионным накоплениям жителей страны. За одним столом собрались представители Национального банка, Единого накопительного пенсионного фонда, независимые эксперты и журналисты. Главными вопросами стали, как, куда и с каким доходом вкладываются накопления казахстанцев и на какую пенсию они смогут рассчитывать. Эксперты Общественного совета при Едином пенсионном фонде утверждают, что инвестирование пенсионных средств в государственные ценные бумаги и банки второго уровня не дает необходимой доходности и слабо застраховано. По официальным данным Нацбанка, инфляция значительно превосходит пенсионный доход и за последние семь лет было потеряно более миллиарда долларов США. С точки зрения доверия, естественно, я как вкладчик, относящийся к среднему классу, я не верю в инфляции 7%, потому что я вижу по себе, что у меня инфляция выше. А у нас на сегодняшний момент инфляция рассчитывается ограниченно из определенного набора продуктов питания и услуг, которые в принципе потребляются не всеми людьми. И поэтому какова на сегодняшний момент реальная инфляция в стране, ее никто не знает. Собственник денег в коммерческом банке физлицо, вкладчик. Собственник денег в системе ЕНПФ, ну согласно законодательству, является тот же вкладчик с конкретным счетом. Мы инвестируем в один и тот же объект, в рыночный, в депозит с рыночной ставкой, только если как физлицо, государство не говорит, бота не переживает, вы деньги вернутся и возвращает. В виде как бы пенсионных вкладов, к сожалению, нет. Мы с вами не финансисты, мы с вами специалисты, которые обязаны отвечать за сохранность и приумножение денег вкладчиков не через финансовые манипуляции, а через экономическое развитие нашей страны. Вот, то есть нужны комплексные решения. 40 новых пассажирских автобусов начнут курсировать по улицам Душанбе с 15 апреля. Автобусы японско-турецкого производства обошлись городскому бюджету в 3 миллиона 400 тысяч евро. Ожидается, что в июле этого года на улице Тадживской столицы выйдут еще 24 автобуса. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции рассказал заместитель мэра Душанбе Курбон Сайдзода. Мэрии также сообщили, что для безопасности пассажиров салоны автобусов оборудованы видеорегистраторами. Также через три месяца в городе будет введена электронная система оплаты проезда. Ранее мэрия Душанбе приобрела пассажирские автобусы российского производства, стоимость которых гораздо выше ныне завезенных. Один автобус российского производства обходился в 128 тысяч евро. Зампред мэра Душанбе также рассказал о причинах запрета деятельности народного такси, проезд в котором стоит 3 сумму ни. Это примерно 30 центов США по курсу Нацбанка страны на сегодня. По словам чиновника, частные извозчики в большинстве своем не имеют разрешения на перевозку пассажиров, а стоимость проезда ни с кем не согласована, поскольку этот вид маршрутного транспорта официально не существует. Водители не несут ответственность за качество предоставляемых услуг и создают заторы на дорогах. Подробнее о проблемах такси в Душанбе в сюжете наших таджикских коллег из радио ОЗОДИ. Столичные власти запретили в городе деятельность народного такси Патриса Мани, из-за чего теперь на улицах толпа народа, ожидающего транспорт. Требования закона практически 85% не исполняют, везде создают трудности. Потом в большинстве своем это молодые ребята, которые так ездят и создают опасные ситуации. В погоне за прибылью создают опасность людям. Чем пользы людям, они больше приносят вреда. Эти такси курсируют по главным улицам столицы, и их знают все. Сначала нормально было, потом поймали, конечно. Таксист по имени Абдуло рассказал, что его машину забрали на штрафплощадку, и это несмотря на то, что у него на руках были все необходимые документы. Молодому человеку пришлось даже заплатить штраф – тысячу самани. Это порядка 110 долларов. Взял в долг, чтобы забрать свою машину. А как по-другому? Эта машина кормит мою семью. Сколько бы ни ловили, все равно выйду и буду работать. Трафарет с номером заберут, пальцами показывать буду. Несмотря на то, что такси официально запретили, на улицах столицы они все равно появляются. Откуда у меня 10-20 самани на такси? Амирбек Колонов, студент технического колледжа, говорит, что после запрета на такси за три самани стал опаздывать на занятия. В автобусе нет свободных мест. Сейчас приходится вставать в 6 утра и, не позавтракав, выходить в дорогу, чтобы попасть в свободный автобус. Читан Вайшнаф из Индии, студент Таджикского медицинского университета, также говорит, что такси по три самани были для него очень удобны. Я всегда садился на такие такси. Особенно, когда наши занятия проходили вне университета. Я всегда за считанные минуты мог добраться до нужного места. Кроме того, такие такси здорово выручали поздно вечером, когда на дороге нет автобусов и маршруток. По словам студента, такие такси небезопасны. А иногда они повышают и цену до пяти, а то и десяти самани. В Министерстве внутренних дел Таджикистана, радио Азади, сообщили, что таксисты не имеют необходимых документов. Таксисты должны были иметь разрешение на пассажирскую перевозку, патент в службе по надзору и регулированию в сфере транспорта, а также регистрацию организации, которая предоставляет услуги пассажирских перевозок и выдала бы им номера желтого цвета. Однако эти требования не были соблюдены, поэтому их деятельность оказалась под запретом. Такси за три самани работают в городе уже почти десять лет. В системе городского транспорта они занимают важное место, куда необходимо можно быстро и дешево добраться. После 20-го станет слишком жарко. Автобусы долго стоят на остановках, нагреваются. Слишком долго стоят. Пока народу не наберут, не едут. Далее в программе. В сфере часы. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон закончил визит в Москву. Глава американской дипломатии предложил Кремлю определиться, с кем дружит Россия – США или с Ираном. Я с нетерпением жду открытого и честного диалога для того, чтобы лучше определить дальнейшие российско-американские отношения. Сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградированный. В Москве прошла встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Переговоры велись за закрытыми дверями. Накануне Тиллерсон, прилетевший в Москву с саммита глав внешнеполитических ведомств стран Большой Семерки, призвал Россию отказаться от поддержки режима Башара Асада. Лавров, в свою очередь, перед началом переговоров призвал Запад не ставить Москву перед выбором – с нами или против нас. Помимо заявлений, мы наблюдали совсем недавно весьма тревожащие действия, когда была предпринята противоправная атака против Сирии. Считаем принципиально важным, чтобы не допустить рисков, рецидивов подобных акций в будущем. Мы не раз подтверждали нашу готовность к конструктивному, равноправному диалогу и сотрудничеству на основе учета законных интересов друг друга. Это наша последовательная линия, она формируется исключительно в русле международного права, а не под воздействием сиюминутной конъюнктуры или ложного выбора – либо мы с нами, либо вы против нас. Переговоры прошли спустя пять дней после ракетного удара США по Сирии. Впервые за шесть лет гражданской войны в Сирии Вашингтон обстрелял позиции армии Башара Асада в ответ на химическую атаку в Идлибе. Россия называет действия США нарушением международного права, а Вашингтон и его союзники настаивают, что Москва должна немедленно прекратить поддержку Дамаска. Наши встречи сегодня проходят в очень важный момент наших отношений, чтобы мы смогли уточнить, где сходятся наши интересы и где кроются наши противоречия, даже если наши тактические подходы расходятся. Таким образом, мы сможем понять, почему эти расхождения существуют и какие перспективы для их исправления. Рекс Тиллерсон также встретился в Кремле с Владимиром Путиным. Детали их переговоров не сообщаются. Однако за несколько часов до этого Путин в интервью телеканалу «Мир» заявил, что российско-американские отношения с приходом новой администрации ухудшились. Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего деградировал. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал требования отказаться от поддержки сирийского правительства абсурдными. Россия заблокирует проект резолюции по Сирии в Совете безопасности ООН, подготовлены США, Великобритании и Франции после химатаки в Идлибе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов. Российский МИД объявил о том, что с трехдневным визитом в Россию прибудет министр иностранных дел Сирии Валид Муалем. А в пятницу в Москве состоятся трехсторонние переговоры глав МИД России, Сирии и Ирана. Немецкая полиция задержала подозреваемого в нападении на автобус футбольной команды «Баруси». Власти ФРГ квалифицировали взрывы в Дортмунде как теракт и не исключают, что за ними стоят исламисты. Об этом заявила журналистом представитель Генеральной прокуратуры Германии. Около места взрыва были обнаружены три идентичных записки, в которых якобы неизвестный преступник берет на себя ответственность за случившееся. Однако власти пока не могут подтвердить подлинность письма. По данным издания «Зюдоичи Цайтунг», в записке говорится, что нападение совершено, цитата, «во имя Аллаха» в ответ на участие Германии в международной операции против экстремистской группировки «Исламское государство» в Сирии. Взрывные устройства были укомплектованы металлическими полосками. Одна из таких полосок обнаружилась в подголовнике одного из кресел в автобусе. Нам очень повезло, что не произошло ничего хуже. Мощность взрывных устройств была рассчитана на дальность больше, чем 100 метров. Напомним, три взрыва произошли около автобуса Боруссии в Дортмунде вечером 11 апреля, когда футбольная команда отправлялась из отеля на стадион на матч с командой «Монако». От взрывов пострадал полицейский, который сопровождал автобус, и игрок Дортмунда – испанец Марк Бартра. Его госпитализировали с ранением руки. «Мы говорили с ним вчера после операции. Он сказал, что он в порядке. Врачи говорят, что перелом чистый и в руке ничего не было. Он останется в больнице еще на несколько дней, а потом, скорее всего, отправится домой». По информации агентства ДПА, силовики также изучают заявление в стиле леворадикальных антифашистских группировок, которое появилось в интернете. В нем утверждается, что нападение было совершено потому, что, цитата, «руководство клуба «Барусия» недостаточно активно противодействует расистам, нацистам и правым популистам». За месяц до финала Евровидения позиция официального Киева в отношении российской участницы не изменилась. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко. Ранее Юлии Самойловой запретили въезд на территорию страны из-за того, что она посещала Крым без разрешения украинских властей. «Мы ждем участников из всех 43 стран, в том числе участника из Российской Федерации. Но участник из Российской Федерации, как и из любой другой страны, не должен быть в конфликте с украинским законодательством. Мы надеемся, что Российская Федерация, имея еще достаточно времени, примет решение об отправке другого участника от своей страны, который не нарушал украинское законодательство». А накануне организаторы Евровидения представили сцену песенного конкурса, на которой будут выступать его участники. Это международный выставочный центр в Киеве. На площадке уже установлены около 1800 осветительных приборов. Сцена весит 30 тонн и занимает площадь 350 квадратных метров. Ее геометрия может изменяться в зависимости от требований артистов. В настоящее время завершается установка конструкций зрительских трибун. «Вот эти круглые конструкции – это лаунч-зона для делегаций. После того, как артисты выступят, они займут здесь свои места и будут находиться до окончания шоу. Теперь о функциях сцены. Разработчиков дизайна попросили сделать сцену женственной. Обтекаемая форма, мягкие линии. Это очень важно, потому что в прошлом году была очень мужская, агрессивная сцена». Полуфиналы международного песенного конкурса «Евровидение» пройдут в Киеве 9 и 11 мая, а победители определят 13 мая. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в режиме прямого эфира на канале «Настоящее время» в YouTube 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин